это донат стоил того я думаю что есть же оружие нужно я все равно докачаю вот этот лук крафтовый я все равно докачаю крафт лук который сейчас на фишле до 90 не указа выбил град снюка я все равно вкачаю и по буду пока что с ним ходить я думаю что он может быть будет чуть лучше а мы сам по цифрам мы будем сравнивать мы будем сравнивать что я сделаю свой обзор козочки на этих двух луках на амосе и на 2 на 2 пробуде вот этого лука с перса будет конечно сейчас а до квеста мы будем тестить персонажа вначале нам надо еще тестовый забег сделать поставь на нее амос чтобы выглядело солидно посильнее будет спойлер не третий тетий год ирсусу субе звон спасибо за риса спасибо за риса пчик 33 месяц ну он же 33 год балдеж спасибо большое за подписку так возможно одно белое оружие нужно окей окей оружка есть фишля забирай пока ануса ты забирай ты забирай вот это пойдем смотреть ее читать ее обилки для этого мы пойдем я понимаю что я уже выбил но мы все равно пойдем в тестовый забег сейчас сделаем небольшой обзорчик на козу тогда небольшой обзорчик на козу крафт и лук не хорош да должен быть хорош коза с фавония у нее выстрелы какие-то медленные офигеть таланты восьмого уровня лук 54 это по моему ужасно мало да она у нее 6 атак это классный конец прицельный выстрел 75 процентов на восьмом уровень заряда 1 198 урон стрелы снежинки 205 урон светения стрелы 340 а почему тут четыре цифры пойдем прочитаем до 6 выстрелов более метки прицельный с увеличенным уроном во время прицеливания наконечник стрелы заряжается ледяной аурой эффект зависит от длительности заряда стрелы уровень 1 выпускает ледяной наносящий крео урон уровень 2 выставили выпускают стрелу снежинку наносящую крео при попадании расцветает и наносит крео урон по площади хорошо ну обычная ледяная стрела и усиленная ну а зачем тогда а это обычный прицельный все я забыл у него же еще заряда еда цветение стрелы 348 то есть 550 в сумме вот вот это вот я так понимаю самый сильный ее заряженный выстрел 550 full заряд это как ульта некоторых персонажей например ульта альбедо наносит 550 процентов силу от от силы атаки а у нее заряженный выстрел ладно при попадании по любой плоскости происходит а это да хорошо едем дальше вопрос только в том по при попадании в голову увеличивают вот этот урон или только вот этот урон увеличивается в голову и делает дает стопроцентный крит шанс а крикнул потому что в голову выстрел был а вот эти наверное не критуют из-за этого не знаю 8 джин у нюка скукун скукун наролил серьезно он еще один джин убил за ним к след с линия 200 урон навыка на восьмом уровне длительность 6 секунд сколько раз в секунду бьет гонюй выставляет лотос который наносит кре урон по площади привлекает атаки макс хп зависит от хп гонюй или если ледяной лотос уничтожен либо его время заканчивается он распускается то есть один раз наносит урон 211 процентов всего-то ну да ешка тут кулдаун 10 секунд сейчас посмотрим сколько она лем частиц дает потому что так ну и ульта собирает из воздуха и не для того чтобы призвать жемчужину души изгоняющую зло пока навык активен жемчужина души непрерывно обрушить на врагов в области осколки льда очень простая ульта просто начинает кидать во врагов или или дышки можешь создать для вас сладкий дождь но для демонов и еретиков он превращается в горький желтый снег лишь ты видел меня должно быть ошибся в тот вечер я решила задержаться на работе 15 секунд длится и 15 секунд откатывается стопроцентный аптайм ульты персонаж оу май оу май я понял теперь почему ешка не нужна у ешки два раза урон то есть при когда ставите и когда а наносит криво урон то есть 400 402 но в сумме 420 для ешки средне нормально не знаю но эти наверное дамажит каждую секунду примерно зависит сейчас будем узнавать сколько как часто они лед накладывают течение пяти секунд после выстрела стрелы снежинки увеличивать шанс крит попадания стрел снежинок и вызванную ими цветение на 20 процентов ладно активные члены отряда находящиеся в области навыка небесный дождь получают 20 процентов криво урона чунь юнь сюда мы попробуем собрать чунь юня с козой проблема в том что у меня нету двух ли криво сетов посмотреть сколько она частиц ешки генери чапочка посмотрелочь при ковке стрелкового оружия возвращает 15 процентов затраченные редуки к в но мне пригодится я планирую скрафтить лук едем дальше зачем нам барбара и кей а кей а для крит шанса я так понимаю и вот это вот все и ледяного урона барбара для заморозок хорошо созвездия 0 созвездий в тестовом забеге первую первое созвездие попадание стрелой снежинкой ура с уровнем заряда 2 или ее цветением понижает криво сопротивления врагов на 15 течение 6 секунд также попадание восстанавливает две энергии каждое попадание заряженной атакой с уровнем заряда 2 может установить энергию только один раз ну 15 криво резистов врагам снимать классно но этим у нас занимаются воздушные персонажи снятием нужных нам резистов так что честно говоря я вполне с доволен нулевым созвездием то есть самое важное первое созвездие я считаю что то есть если брать для бездны этому у нас всегда с двумя криво персами у нас коза скорее всего всегда будет со вторым криво идти скорее всего будет идти со вторым криво и одним воздушным чтобы снимать криво резисты плюс стяжка стяжка отлично будет работать под ее цветок под ее ульту и так далее резисты мобов могут уйти уходить минус могут но когда они уходят в минус вот эта цифра делится на 2 то есть семь с половиной процентов будет что касается восстановления энергии с уровнем заряда 2 также восстанавливает две энергии каждое попадание с атакой может восстановить энергию только один раз было ли она снежинка или цветением энергии не так много восстанавливает чтобы прям париться за счет этого проще в сабстатах немножко добрать мне кажется тем более если там много элем частиц как говорит елочь я думаю что первое созвездие не критичная конечно она мы за нее еще не поиграли я не хочу там дезинформировать я не знаю я понимаю что она играет именно через эти стрелы снежинки я не знаю насколько ей будет в условиях реальной битвы не хватать лем частиц но скорее все будет так что в целом так что в целом минус резисты лучше чем о них говорят нет минус резисты это крутая тема это большой урон это большой бонус даже есть даже в минусе минус семь с половиной процентов это класс но опять же можно воздухом срезать воздух срезает много и хорошо типа не я созвездия ролить не буду ради звездного блеска ну нафиг увеличивает количество зарядов навыка ешки на один а вот это прикольно во первых это плюс 400 процентов урона во вторых это два таунта в третьих это три таунта с церемониальным луком в четвертых это элем частицы да вот это уже хорошо ну соответственно усиление ульты на третьем офигеть не ешки от а ульты не у куцицы упала сколько он роллит стандарт роллит что ли вот не ну я думаю что он роллит баннер этот вряд ли стандартный еще стока задонил возможно поход на запад увеличивает урон получаемый врагами находящимися в области навыка небесной дождь и этот эффект усиливается со временем увеличение урона начинается с пяти процентов увеличивается до 25 каждые три секунды эффект продолжается еще три секунды после того как враг покидает зону действия наук на 15 секундах максимум 25 процентов жесть до четвертое созвездие 6 это жесть это усиление ешки а последняя следующая стрела снежинка в течение 30 секунд после активации навыка след сели не а след сели не это ешка да это ешка не нуждается в зарядке то есть ты сразу зажимаешь выстрел и она сразу же заряжена 6 ешка заряженный выстрел и а потом еще одна ешка заряженный выстрел а если у вас церемониальный лук потом еще одна ешка еще один заряженный выстрел а ну это для китов это для китов да это для китов давайте смотреть в бою сколько два ну пока что два я увидел и это еще и еще фавоний и еще два то есть 4 в сумме за 10 секунд фига то кричит к урон получает где урон там криты такие нормальные вылетают так ногу ульту смотреть еще были прикольно кричит кстати мира как же часто они вылетают и ёптвою коза хикман коза хикман коза черри уже выбил на выбил и область просто на на всю бездну область просто на всю бездну смотри шанс крита и не забудь про я знаю что там два криво пойдем еще раз посмотрим на эту красоту пока я свое еще не вкачал красоту чтобы может они 2 ульты не может стоп нет а может ли две ульты одновременно находиться в одной точке если если взять двух воздушных персонажей и чуня в пачку ну это конечно я так рофлю но но не рофлю они просто не все падают они могут не попадать да то есть они просто падают в радиусе но вообще в целом на врага падают блин почему они сахару сюда не дали мне интересно если стянуть всех врагов сахару скай ульта будет падать в одной точке или нет ладно короче вывод один коза мощная коза красивая коза сильная выбивайте козу выбивайте вместе с ней выбивайте вместе с ней хорошие 4 хороших четырехзвездочных персонажей по слову цели 11 13 примерно попадает за 15 секунд ну то есть 1100 1300 урона на восьмом уровне нормально нормально ты же можешь сам проверить а я и проверю пойдем погнали качать так тестовый забег мои выводы по козе есть качаем персонажа и проходим ее задание легенд